Всем привет, друзья! Рад видеть вас на техноарене! Компания Samsung выделяется среди прочих тем, что предлагает телефоны абсолютно под любой бюджет. От революционных складных Galaxy Z за овер дофига денег, до вполне доступных и производительных Galaxy M или Galaxy A. Как раз сегодня мы сравним новые среднебюджетные Samsung i52 и Samsung i72. Битва смартфонов будет состоять из нескольких раундов. Дизайн, экран, интерфейс, камеры, производительность, коммуникация и аккумулятор. В каждом из них я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. Напомню, что подробные технические характеристики и выгодные цены на Galaxy A52 и Galaxy A72 можно найти по ссылкам в описании видео. Любые свои замечания и пожелания оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Также обязательно поддерживайте техноарену подпиской, ставьте лайк и жмите на бубенчик. Приятного просмотра! Вообще вся серия смартфонов Galaxy A имеет приблизительно одинаковый дизайн и в особенности модели A52 и A72 похожи как две капли воды, если не считать маленькую разницу в габаритах. Старший A72 на полсантиметра длиннее и на пару граммов тяжелее. Очень большой телефон, физически даже крупнее некоторых флагманов. Требует глубоких карманов и как минимум двух рук для нормального использования. Но в минусы я это не запишу, так как A52 тоже здоровяк. Оба смартфона получили практичный пластиковый корпус. Может не такой премиальный на вид, но зато надежно держится в руке. Да и для Самсунга это не та ценовая категория, чтобы разоряться на крышку из стекла или металла. Также телефоны Galaxy A52 и A72 радуют наличием аудиоразъема, поддержкой карт памяти, подэкранным сканером отпечатка пальцев и добротными стереодинамиками. А самый приятный пункт – это, конечно же, пылевлагозащита класса IP67. За это многие и полюбили серию Galaxy A. Новые A52 и A72 стали первыми среднебюджетниками Samsung, которые оснащены дисплеем с повышенной герцовкой. Лучше поздно, чем никогда. Конкуренты давно уже предлагают 90- и 120-герцовые экраны даже в более дешевых моделях. По диагонали A52 и A72 различаются всего на 2,10 дюйма, а по другим параметрам у них совершенно идентичные экраны. Высокое разрешение 1080 на 2400 пикселей, сочная матрица Super AMOLED, очень яркая подсветка до 800 нит и кинематографическое соотношение сторон дисплея 20 к 9. Идеально для просмотра видео и прокрутки лент в соцсетях. Рамки вокруг экрана довольно узкие, практически симметричные, подбородок почти ушел. AMOLED обеспечивает контрастную и четкую картинку. Отзывчивый сенсор. С олеофобного покрытия моментально стираются любые отпечатки. Поддерживаются разные цветовые профили и ручная калибровка цветопередачи. Встроенный под экран дактилоскоп работает без ошибок, но медленно сканирует отпечаток. Не торопитесь убирать палец, если будете пользоваться таким методом разблокировки телефона. И в этом раунде, разумеется, тоже нет явного лидера. Жара начнется чуть позже. Обе модели из коробки работают на 11-м андроиде с фирменным интерфейсом Samsung One UI. Корейцы обещают несколько лет системных обновлений, так что функционал смартфона будет регулярно совершенствоваться. Может, какие-нибудь флагманские опции в будущем и появятся, например, компьютерный режим при подключении телефона к монитору. Принцип ресурсов у Galaxy 52 и 72 более чем достаточно для такой работы. Об особенностях оболочки One UI я могу долго рассказывать. Программисты Samsung придумывают и адаптируют много интересных функций. Вкратце отмечу, что в новой версии One UI разрешили ставить анимированные картинки для украшения информации на выключенном экране. Изменился вид регуляторов громкости, похудели блоки уведомлений в шторке, а пропущенные уведомления теперь сохраняются в общей истории, где их можно просмотреть повторно. Встроенный редактор изображений научился удалять лишние объекты на фото, а во время видеозвонков есть возможность подменить фон, вставить обои, залить определенным цветом или просто сделать расплывчатым. Все подробности об интерфейсе One UI лучше смотрите в отдельных обзорах на эту тему. При сравнении камер мы видим первое значительный разрыв между смартфонами Galaxy A52 и Galaxy A72. Старшая модель имеет преимущество за счет 8-мегапиксельной камеры с телеобъективом, который обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение без потери качества и вплоть до астрономического 30-кратного в цифровом режиме. У младшей модели вместо телекамеры установлен датчик глубины кадра. Остальные инструменты для съемки полностью совпадают. Главная камера на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей, макрокамера и мощная фронталка с разрешением 32 мегапикселя. Причем у Galaxy A72 OptoStab работает и на телекамере. При съемке видео применяется гироскопическая стабилизация и она активна только в формате Full HD. Для плавных 4К видео придется подыскать ручной стабилизатор. Кстати, я это уже сделал и недавно выложил свой топ лучших стедикамов. А конкретно в обработке изображений на Galaxy A52 и A72, на мой взгляд, нет существенной разницы. Тем более с одинаковыми процессорами. К слову о процессорах. Как ни странно, телефоны базируются на общей платформе Snapdragon 720G. Буду честным, не первой свежести этот чипсет дебютировал аж в январе 2020 и не поддерживает 5G. Ранее его производительность уже можно было испытать на смартфонах вроде Redmi Note 9S и 9 Pro, Realme 6 Pro, Poco M2 Pro, Vivo V20. Но, как ни крути, проверенный бюджетный игровой процессор, который не страдает от троттлинга, все равно лучше, чем тормознутый Exynos. Любопытно, что прошлогодний Galaxy A71 летает на чипе Snapdragon 730, поэтому разница между поколениями не настолько сильная, а вот в Galaxy A52 апгрейд произошел уже поприличнее, поскольку его предшественник почти в два раза медленнее из-за чипа Exynos 9611. В данном раунде преимущество Galaxy A72 заключается лишь в том, что он предлагает больше оперативной памяти в начальной конфигурации 6 ГБ, тогда как A52 стартует с 4 ГБ. Топовая версия их в обоих случаях на 8 ГБ оперативы. Постоянной памяти поровну 128 или 256 ГБ. Доступно расширение с помощью флешки, еще до 1 ТБ можно накинуть, но тройной лоток для карточек остался в безумном 2020. В новых телефонах Samsung использует комбинированный двойной лоток и, кажется, компания движется к отказу от поддержки карт памяти в среднем бюджете. Понятное дело, с беспроводными коммуникациями полный порядок. Мобильный интернет на Galaxy A52 и A72 работает через 4G. Также смартфоны, совместимы с Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, позволяют осуществлять удобные безналичные платежи через NFC-сервисы Google Pay и Samsung Pay. Поддерживают группу крупнейших глобальных систем спутниковой навигации. Оба телефона увеличили емкость аккумулятора примерно на 10% в сравнении со своим предыдущим поколением. И настолько же Galaxy A72 превосходит своего соперника. То есть у него батареи на 5000 мАч, а в Galaxy A52 на 4500 мАч. Это создает разницу в 2-3 часа по времени автономной работы в интенсивном режиме. В среднем на день хватает спокойно и вечером еще остается треть заряда. Если экран чаще выключен, A72 может проработать почти на сутки дольше, чем A52. Отключение повышенной герцовки слабо влияет на улучшение автономности. Максимально допустимая мощность зарядки составляет 25 Вт. При этом смартфоны за полчаса успеют зарядиться на 50%. Полная перезарядка занимает около 90 минут. Но имейте в виду, что в комплекте Galaxy A52 прилагается блок питания на 15 Вт со старомодным выходом USB-A. Такой адаптер способен подзарядить телефон всего на 35% за полчаса. Ну и давайте оценим несколько случайных отзывов от обычных покупателей. Неподкупное народное мнение о телефонах Samsung. Отрицательное Samsung Galaxy A52. Плохо слышно собеседника. Перепрошивка и замена динамика не помогли. К сожалению, экран не подошел. Через 10 минут уже болят глаза и голова. Плохая сборка. Корпус скрипит и трещит. Выдать новый телефон отказались. Samsung Galaxy A72. Пластмассовый корпус. Без чехла долго не проживет. Выглядит дешево. Плохое качество микрофона. Собеседник жалуется, что я квакаю и пропадаю. Отпечатка пальца тормозит, а иногда вообще не срабатывает. Разочарованное. Положительное Samsung Galaxy A52. Очень шустрый телефон с ярким и красочным экраном. Долго держит заряд. Обновленный дизайн. Мощный аккумулятор. Плавный дисплей AMOLED 90 Гц. Стереодинамики с качественным звуком. Хорошие камеры на 64 и 32 Мп. Удобно лежит в руке. Сканер отпечатка под экраном. Отличный интерфейс. Samsung Galaxy A72. Приятный аппарат. Адекватные характеристики за свои деньги. Все окей. Крутые новые функции. Например, видео можно вывести прямо на телек. Камера делает яркие и сочные фотографии. Даже вечером цвета отличные. Водонепроницаемый. Много памяти. Матовый корпус. Большой аккумулятор. Друзья, надеюсь, сравнение вам понравилось. В этой битве Galaxy A72 оказался буквально на пару шагов впереди Galaxy A52, но второй привлекает более доступным ценникам. Пожалуйста, делитесь в комментариях своим авторитетным мнением об этих смартфонах. Их подробные характеристики и текущие цены можно уточнить по ссылкам в описании. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь с колокольчиком, если до сих пор не сделали этого. Спасибо за просмотр! Всем всего!